Евгений Уваров Ушедший поезд На вокзале, как и прежде, как и обычно бывает в весеннюю пору, толпилось множество народу. Кто выставлял багаж на досмотр, кто занимал очередь в кассу, а кто просто сидел и ждал прибытия состава. Казанов еще раз проверил свой билет и, убедившись, что его фамилия написана верно, направился прямо ко второй платформе. Погода была хорошая, так что спешить он вовсе не собирался. Разве только немного ускорял шаг, то и дело, поглядывая на часы. Едва он подошел к платформе, как все вокруг загудело, раздалось пару свистков и вдали уже можно было различить приближающийся к перрону поезд. Вещей у Алексея было немного, поэтому багаж вовсе не обременял его недолгого ожидания. Да и ехать ему было недалеко, часа три, если без задержек. Признаться честно, дорога нашего путешественника занимала мало. Она была скорее фоном его окрыленным мыслям. А думать ему было о чем? Нельзя сказать, чтобы Алексей был беден, но и богатым-то его назвать было трудно. Он жил, как и все, то есть в кредит. У него даже выработалось какое-то свое чувство долга. Не того долга, которое означает призвание, а того, которое нужно отдать в срок. А таких было немало, и он всегда их чувствовал. А мысли его были окреленные потому, что его начальник, господин Шкабов, очень ему симпатизировал и даже пригласил на семейную вечеринку под предлогом разговора о бизнесе. Казанов с радостью согласился, а его начальник был тому и рад. Каждый из них, как это принято в деловой среде, преследовал свои личные цели. У Шкабова была дочь, которую тот мечтал уже выдать за кого-нибудь замуж, а у Казанова были долги, которые нужно было как-нибудь погасить и желательно побыстрее. Поэтому каждый из них остался доволен друг другом, и на том они разошлись, договорившись о сегодняшней встрече. Зашедший в поезд, Алексей сразу же ощутил отсутствие той самой прохлады и свежести, которую мы, как правило, не замечаем на улице, но которую живо чувствуем, стоит нам только войти в помещение. Эта прохлада мгновенно улетучилась, и лишь в его памяти и надежде оставалось ее сладкое послевкусие. Народу было немного, и он беззаботно плюхнулся на первое облюбованное его взглядом местечко у окна. Да, сладострастные мысли все еще занимали его совершенно, и ничего кроме них его поглощенные раздумья мозг замечать не желал. Перед глазами плыли погашенные задолженности, новые перспективы и новая жизнь, мечтам о коей он с удовольствием предавался. Так, наверное, и прошла бы его поездка в сладостной неге воображаемого блаженства, если бы голос, мелодичный и приятный, но немного неровный из-за возможной поспешности, с которой его хозяйка взобралась в вагон состава, не прервал его приятные размышления. Извините, пожалуйста, молодой человек, у вас не дойдется какой-нибудь газеты? Даже для молодой и симпатичной девушки начинать знакомство подобной фразой было бы неприемлемо. Такая мысль просквозила в мгновение око у Алексея, вырванного в реальный мир из мира грез. Он не сразу понял значение ее вопроса, но машинально достал какую-то газетенку, купленную им еще на вокзале. «Эээ, вот», — сказал он. «А что?» «Давайте почитаем ее немного вместе», — сказала девушка, приземлившись рядом с Казановым со стороны окна, еще не успев закончить своего вопроса. «Ну читайте же!» Всплеснула она руками и имя же привела газету в то самое положение, в котором ее обычно читают отцы множества семейств по утрам, закрывшись от быта за новостными строчками. Ошарашенный всеми этими свалившимися на него событиями, Алексей не мог вымовить и слова, молча повинуясь словам и движениям девушки. Он уже было хотел что-то спросить, как вдруг в вагон вбежали несколько человек, пристально вглядываясь в лица людей, сидевших там. Девушка плотнее прижала газету, как если бы скрываясь за ней, что, однако, не ушло от внимания самого Алексея, который начал понимать, что именно здесь происходит. Истинный джентльмен, он мгновенно включился в игру и даже немного приобнял девушку, лицо которой было скрыто газетой от преследователей. Это небольшое действие придало им вид совершенной парочки, нежной и трепенно воркующей за этой ненадежной бумажной ширмой. Однако, идея сработала на ура. Милая парочка не вызвала никаких подозрений у преследователей, и они помчались в другой вагон и исчезли так же быстро, как и появились. Через несколько мгновений девушка отпорхнула от Алексея и приземлилась на сидении напротив него. Спасибо, вы меня просто спасли. Поблагодарила его незнакомка, слегка улыбнувшись. Они встретились глазами. Она нашла в нем довольно симпатичного молодого брюнета, хорошо сложенного и с аккуратной прической. Он же не мог не заметить ее шелковисто-нежных светлых волос и зеленых живых и приятных глаз. Она показалась ему такой милой, что он тут же почти забыл, куда ехал и что вообще делает в поезде. Это длилось какое-то мгновение, после чего он взял себя в руки и решил для приличия познакомиться. В нашей стране принято прежде всего знакомиться. Разрешите представиться, Алексей. Скромный, вежливый и просто приятный в общении мужчина. Даша. Даже не стану спрашивать, что все это значило. Ну и молчать неловко как-то. Вы часом не в Москву? Ах, я не знаю. Я просто не знаю, куда я еду и почему. Что-то случилось? Ничего необычного. Не беспокойтесь. У такой девушки как вы должно быть много поклонников, аж в вагон поезда за вами увязались. Это не то, что вы думаете, но неужели вы считаете меня привлекательной? Этот вопрос немного смутил Алексея, но вида он решил не подавать. Извините, но мои глаза не могут меня обманывать. Сказал он, сам не зная почему серьезно. А после шутя добавил. И поклонников тоже. А вы забавны. Это проблема? Ну что вы. Просто я так устала от этих напыщенных снобов. Никакой фантазии. Думают, что деньги сегодня могут купить все. И даже внимание женщины. А это не так? А вы разве с этим согласны? Думаю, что богатые люди недостатка в женщинах не имеют. И вы ошибаетесь. Очень даже имеют. Особенно в тех, которые действительно нравятся им. А не в тех, которым нравится их кошелек. Те девушки, что клюют на приманку, для них и скучны. Но, как правило, у них просто не хватает фантазии привлечь желаемую даму сердца чем-то еще, помимо денег. Это так скучно. Вижу, вы хорошо разбираетесь в богатых мужчинах. Я много читаю женские журналы. Так вот оно что. А я уж было подумал, что это ваш личный опыт. Ну, конечно, такие женщины, как те, о которых вы говорите, в таких поездах не ездят. А жаль. Со вздохом сказал он. А вы ищете именно такую? Этот вопрос Алексей задавал себе неоднократно, и до сих пор он сам не знал на него ответа. С одной стороны, он отвечал положительно. Не станем забывать, куда и зачем он едет сейчас. Конечно, он мечтал об обеспеченной девушке, маломальски приятной наружности, чьими финансами он мог бы управлять по своему усмотрению. И он скорее бы предпочел богатую и избалованную, красивой, но бедной. Увы, потребительская жизнь породила подобные нравы. Но с другой стороны, Алексея всегда мучила совесть. Он не желал в глубине души быть зависимым от девушки, а точнее, от ее денег. Он хотел выбирать не по кошельку, а по сердцу. Спроси его кто-нибудь другой, он ответил бы на этот вопрос утвердительно. Да, он ищет именно какую-нибудь богачку. Но вопрос от этой девушки, коей он уже любовался, и еще и толком не осознав этого, породил в нем бравое рыцарское настроение, дышащее независимостью. Он ощутил, возможно, впервые, что все-таки хочет слушать свое сердце, что деньги, пусть и важны, да отодвинуться на второй план. В это красивое и нежное лицо он не мог не выдать того, что выдал. Да нет, увольте. Меня эти дамочки из высшего общества совершенно не прельщают. Девушка слегка улыбнулась и спросила. Почему же это? О, они горды и избалованы своими папеньками и маменьками до крайности. Ничего, кроме шоппинга и инстаграма, в их головах уже и не сыщешь. Не будьте же так категоричны. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Училась со мной за парты одна такая. Так кроме шоппинга моды и самых вкусных и дорогих пирожных, в ней сроду ничего не было. А я думала, мужчины ищут в девушке куклу. И желательно обеспеченную. Алексей не мог не удивляться ответом Даше. Каждая ее фраза скользила словно ножом по маслу его потаенных мыслей. Он и сам искал себе такую в своих меркантильных надеждах, но признаться в этом был, увы, не в силах. Поэтому продолжил. Может быть, я беден, и у меня нет Бентли, зато я честен и никогда бы не стал использовать девушку в своих корыстных целях. Возможно, лучшая часть души господина Казанова сейчас говорила в нем. Потому как то, что он говорил сейчас, он говорил впервые и сам дивился тому, что слетало с его уст в присутствии этой незнакомки. Вот как? Тогда вы первый, кто говорит мне об этом. А вы первая, кто об этом спрашивает. Да и такие девушки совсем не ждут моего общества. А у вас найдется парочка подобных знакомых? А как же, соврал Казанов для убедительности. Я им не пара. Да такая девушка на меня даже не взглянет, не то, что говорить со мной будет. Моей зарплаты хватит на то, чтобы только забронировать ей столик в ресторане. Я не говорю о том, чтобы туда прийти. Думаю, вы себя недооцениваете, Алексей. Вы... Девушка слегка смутилась. Кажется, ей чем-то понравился Алексей. Она улыбалась все чаще и все с большим интересом слушала его ответы. С его стороны она чувствовала абсолютную взаимность. И он был с ней в этом солидарен. Он также улыбался чаще и все активнее, высказывал свою, оказывается, скрытую неприязнь к дамам высшего общества. Он продолжил. Ну что вы, Даша, я знаю, о чем говорю. Но ведь нельзя же всех девушек под одну гребенку. Все они, эти богачки, одинаковые. Так их воспитывают. Но ведь вы не знаете, может быть, их отцы требуют... Тоже мне папеньки. Только самоутверждаются за счет дочерей и сынов. На тебе это, а вот тебе еще доченька. Меня воспитывали не так. Да, у меня есть кредиты, ипотека и прочее. Но я не жалуюсь. А у кого их нет? Выпалил он сгоряча, сам того не желая. Вы осуждаете богатеньких дам? Но ведь они бы могли решить вашу проблему. Алексей чувствовал, что все его сокрытые в недрах мыслишки как будто лежали у Даши на ладони. Он понимал, что она права, но отступить, как ни старался, не мог. «Это проблема моя, а не их!» Гордо воскликнул он. «Ни за что не позволю даме решать мои проблемы!» Конечно, чуть только сказав это, в его мыслях мгновенно всплыла цель его настоящей поездки. Он тут же осознал, что играет двойную игру, красуется джентльменом перед понравившейся ему незнакомкой и едет на семейную встречу к своему боссу для того только, чтобы решить свои финансовые проблемы, потому как директор не раз упоминал ему о своей дочери, с которой тот страстно желал его познакомить. Алексей решительно не знал, что делать, и вдруг он услышал еще один вопрос. «А куда вы едете?» Ну вот, блефовать или открыться – извечный вопрос. Ставки высоки, но решение еще не принято. Он был здесь, он смотрел в глаза этой прекрасной девушки и не хотел ничего другого, кроме как просто ехать с ней рядом и чтобы железная дорога никогда не кончалась. Но какой-то паразит сомнения постоянно грыз его изнутри. Он понимал, что девушка эта не богата, все в ней говорило об этом, а его долги тяготили его. Отношения с директором, несомненно, бы обострились. Откажи он ему в визите, на который уже дано было его согласие. Не ответить Даше он тоже не мог. Ну что ему ответить? «Да, вот еду в столицу». «По личному делу или так?» «Да так, встреча. Ничего особенного». Алексею не нравились его ответы. Она это чувствовала. Он никак не мог определиться, не мог сделать выбор. Будучи в глубине души джентльменом, он не мог позволить себе играть в две стороны. И время выбора неумолимо приближалось. Конечно, он думал, что времени еще предостаточно, но следующий вопрос поставил его в тупик. «Вы стали бы встречаться с богатой девушкой, зная, что она решит ваши финансовые проблемы? Или выбрали бы небогатую, но ту, которая вам нравится?» Спросила застенчиво Даша. После всего, что было сказано, Казанову ничего другого и не оставалось, кроме как ответить. «Зачем?» «Вы спрашиваете, Даша, если и так знаете мой ответ». «Я никогда не стану встречаться с богатой девушкой, нет! Мне не позволит этого мое достоинство!» Девушка нежно улыбнулась и хотела было что-то сказать, как вдруг у Алексея зазвонил телефон, и он, извинившись, отошел в тамбур. Вернулся он оттуда чернее тучи. Звонили по поводу возврата кредита. Оказывается, нужно было погасить довольно крупную сумму в течение недели. Об этом он совсем забыл и никак на то не рассчитывал. Он медленно опустился обратно на свое место, и красочный романтический мир вдруг потерял для него свое очарование. Он начал вновь помышлять о дочери своего босса, как о единственном средстве решения своей проблемы. А потому практически полностью побежденный паразит меркантильности в последнюю секунду взял верх над честолюбивыми устремлениями Казанова. «Как обстоятельства меняют человека!» Его улыбка потускнела, глаза погасли, лицо обезобразило серьезность. Даша даже немного испугалась, когда увидела его и осторожно спросила. «Вы в порядке, ваше лицо?» «Да какая разница, в порядке я или нет?» Вспылил Алексей так, что девушка даже немного опешила, не понимая, в чем именно она провинилась перед молодым человеком, который, кажется, уже сделал свой выбор. «Вы так юны, еще и глупы! Ваши женские журналы ничего, кроме ерунды, не пишут и написать не смогут!» «Осуждаете о высшем обществе, а сами понятия не имеете, что это!» «Иначе бы не ездили в этом старом, душном поезде, а нашли бы себе богатого женишка где-нибудь на заднем сидении фамильного Мерседеса!» Девушка смотрела на Алексея, стараясь сохранить невозмутимый внешний вид. Но его слова задевали ее, и грудь наполнялась тяжестью. Мастерски скрывая свое состояние, она не могла, тем не менее, сказать и слово, а потому только молчала и слушала. Наконец, она выдавила из себя что-то вроде... «Понятно». ...измолчала. Алексей хотел было еще что-то сказать, но понял, что его слов было достаточно, чтобы разрушить, или вернее разорвать, ту нить, которая была сплетена между двумя сердцами за столь непродолжительное время. Он также не нашел слов и молча вперил свой взгляд в окно. На стекло падали крупные капли молодого дождя. Стук все усиливался. Между тем, до Москвы оставалось каких-то 15 минут, а это означало, что вскоре пора было готовиться к выходу. Ни слова не было проронено молодыми людьми до самого конца поездки. Оба чувствовали какую-то неловкость и тяжесть, а может быть даже и грусть. Девушка еле сдерживала слезы в своих прекрасных зеленых глазах, которые, казалось, наполнялись ими самим дождем. Поезд остановился. Пассажиры начали медленно тянуться к выходу, образуя естественную живую очередь. Наши знакомые также спустились на перрон и встали друг против друга, еще раз встретившись взглядами. «Ну пока», — сказал наконец Алексей после продолжительного молчания. «Не стану предлагать зонта, так как дождь уже прошел. Было приятно провести с вами время и... Прощайте». Девушка еще раз внимательно посмотрела в его лицо. Оно было печально, но решительно. Она постояла немного, покусывая нижнюю губу, желая сказать что-то большее, однако произнесла только... «Прощайте, Алексей...» С этими словами она развернулась и постепенно начала отдаляться от своего бывшего попутчика. А он все смотрел ей вслед, как будто вся его жизнь таяла с каждым ее следом по влажному от дождя асфальту. Секунда, и она затерялась в многоликой толпе таких же куда-то идущих приезжих. А он так и стоял и смотрел в то место, где она только что растворилась. «Ай, ради бога, извините, пожалуйста, совсем не заметил вас!» Вывел Алексея из печальной задумчивости какой-то мужчина с большой черной сумкой, набитой каким-то хламом на плече. «Извините, позвольте спросить вас, молодой человек, вот, не видали ли?» «Что это?» Спросил Алексей, взяв в руки листовку, врученную ему незнакомцам. «Да вот, беглянку нашу сыскать не можем, уже все вокзалы обшарили, как шаром покати, эх, молодость, вот нас смотрится и этих...» Но Алексей его уже не слушал. Как только он взглянул на листовку, он увидел фотографию своей прекрасной незнакомки и быстро прочел сопутствующие строки. «Шкабова Дарья Валентиновна». Рост высокий, глаза зеленые. Особые приметы. Блондинка часто улыбается. Последний раз видели на вокзале днем. Просьба вернуть отцу за вознаграждение. Телефон плюс семь, девять. С уважением. Шкабов В.И. Листовка упала на землю. Озвучено Евгением Уваровым и Чаной. 2019 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова